Всем привет! Под одним из моих подкастов был оставлен комментарий с вопросом, и вот в этом подкасте я хочу поделиться своими мыслями и постараться ответить на этот вопрос. Вопрос звучал так. Что делать, если есть такие люди, которые не соблюдают границы других, которые могут врываться, нарушать личное пространство, врываться в личные границы? И вот в этом подкасте я попробую разобраться, почему так происходит и что с этим делать. Здесь нужно сразу определиться с понятием, что такое личные границы, потому что, когда мы о чём-то говорим, нужно понимать, что мы говорим об одном и том же, так как зачастую очень многие разногласия возникают именно из-за того, что люди изначально один и тот же предмет или одно и то же явление воспринимают по-разному. И поэтому изначально этот диалог, он уже может зайти в тупик только из-за того, что люди первоначально не определились, а как они воспринимают, одинаково ли они воспринимают один и тот же предмет. Поэтому, на мой взгляд, что такое личные границы? Они могут быть разных уровней. Это могут быть границы ментальные какие-то, это могут быть личные границы, которые касаются пространства, в котором вы, например, живёте или находитесь. И это личные границы, связанные с телом. И, соответственно, нарушения вот этих личных границ, они тоже связаны вот с этими понятиями, с этими сторонами вот этого общего понятия личные границы. То есть есть такой предел, когда люди могут ворваться, например, без приглашения к вам в гости, то есть нарушить ваше личное пространство, в котором вы находитесь. Есть люди, которые могут нарушить ваши личные границы путём тактильных контактов, нежелательных вам. И есть люди, которые нарушают вот эти самые ментальные границы, позволяя себе вести себя с вами, пусть и не телесным, да, не прибегая к телесным контактам, но используя там какие-то слова, неприятные оскорбления и всячески позволяя там ваш адрес как-то высказываться. В любом случае, моё мнение такое, что нарушение личных границ всегда начинается с нарушения как раз вот этого ментального пространства. И случается оно потому, что эти границы изначально вами не были выстроены. Да, то есть основная причина того, почему люди позволяют себе нарушать ваши личные границы, связана с тем, что вы их просто не обозначили. Да, понятно, что бывают люди очень наглые, ну, то есть сами по себе не знающие вот этих пределов и позволяющие себе как-то вести себя неподобающим образом, да, то есть, грубо говоря, даже если вы весь такой приличный, интеллигентный, культурный, вы позиционируете себя как-то наилучшим образом, но есть люди, которые всё равно могут позволять себе там вас оскорблять и как-то себя вести. Да, такое бывает. Но, опять же, если эта история повторяется из раза в раз, то стоит задуматься, а что я делаю не так. Ну, здесь нужно понимать, что есть публичные личности, которые ведут, например, общественную какую-то деятельность, ведут блоги и так далее. И там понятно, что всегда будут какие-то недовольные, которые могут там писать какие-то комментарии, сыпать оскорблениями и так далее. Это будет было и есть всегда. Мы сейчас вот этот вариант не рассматриваем, нарушение личных границ. Мы сейчас рассматриваем вариант, когда обычный человек, вот мы с вами, обычные люди, и кто-то врывается в наше личное пространство, нарушает эти границы. Почему так происходит, ещё раз говорю, потому что эти границы либо изначально не были обозначены, либо мы сталкиваемся с людьми, которые не знают берегов, как говорится. Но, опять же, допустим, человек ваше личное пространство нарушил, ворвался к вам в дом или ведёт себя как-то неподобающим образом. Что вы делаете? То есть здесь вопрос всегда наших реакций. А как мы себя ведём? Мы соглашаемся, да, то есть мы хаваем вот это всё, мы это принимаем, мы как бы спускаем всё это с рук, или мы всё-таки делаем какие-то замечания? Потому что бывают такие люди, которые просто не умеют говорить «нет». И если кто-то в их личное пространство врывается, опять же, любым образом нарушают эти личные границы, люди просто это молчаливо терпят. И когда вот так происходит, естественно, эта история, она будет из раза в раз повторяться. И она будет повторяться не обязательно с этими людьми, которым вы показали, что у вас как бы личное пространство ничем не защищено. С этими людьми понятно всё. Раз вы уже как бы позволили себе такое поведение, значит, это будет повторяться из раза в раз. А речь даже идёт ещё о других механизмах нашего мира, который всегда работает как система обучения. Я про это тоже периодически говорю в подкастах, что не всё так просто. И наш мир — это чёткая система, которая работает исключительно слаженно. Здесь действуют законы, тот же самый закон кармы, закон действий, их последствий и так далее. И всё это работает совершенным, очень чётким образом. И так как мир является замкнутой системой, которая является ещё и неким обучающим полигоном, да, это немножко метафизические такие знания. И каждый человек сюда приходит получать определённый опыт. И прежде всего это опыт ментальный, да, потому что тот опыт, который мы здесь получаем в сфере профессиональных навыков, он не переносится дальше никуда. Вот, да, то есть сейчас если затронуть тему реинкарнации, то будучи в прошлых жизнях, например, не знаю, каким-то там, не знаю, кузнецом, да, в этой жизни это не означает, что ты будешь этот навык иметь. Да, ведь у тебя будет вообще тяга к этому навыку. Это совершенно это не означает. Вот, поэтому профессиональные навыки, они заканчиваются со смертью этого тела. А вот тот опыт ментальный, который мы здесь получаем, этот опыт остаётся с нами дальше и переносится, да, на следующее воплощение. Если кто-то не верит в реинкарнацию, то просто тогда в одно ухо влетело, в другое вылетело. Не будем дальше этим обсуждать и вернёмся к тому, что с этим делать. Вот человек нарушает ваши личные границы. Первое, что нужно сделать, это уверенно эти границы обозначить. Да, если уже вот этот акт случился, да, что человек себе что-то позволил в ваш адрес, нужно об этом сказать, никогда не нужно молчать. Учиться делать замечания, учиться просить. И знаете, некоторые люди, когда они начинают давать отпор, да, давать ответ, они потом удивляются, а что так можно было? Ну, а я думала, что там он не прислушается, или она, или они не прислушаются, а я думала, что так будет продолжаться. Нет. На самом деле путём диалогов решается огромное количество проблем. Есть люди, которые всю жизнь вот терпят, 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 думая, да, особенно в семейных каких-то отношениях это проявляется. Люди всю жизнь терпят, да, один человек терпит другого, и потом, когда его терпение уже лопается, и он начинает всё это высказывать, потом выясняется, что а что ты мне раньше не сказал, а что ты меня раньше не просил никогда, да. То есть умение выстраивать диалог, оно всегда ключевым обладает, как сказать, ключевой силой обладает. И у меня на эту тему, кстати, тоже есть подкаст, который называется фраза, которая позволит избежать многих проблем в любых типах отношений, да, не обязательно в семейных, вообще в отношениях с людьми. Эта фраза, она так и звучит. Мне это не нравится. Это вот как раз фраза про то, как выстраивать личные границы. То есть если кто-то к вам в дом ворвался без вашего приглашения, вы можете им сказать, мне это не нравится, или кто-то ещё что-то делает, обзывает вас, обижает, что-то делает с вами такое, что вам не нравится, скажите ему об этом. Мне это не нравится. И дальше уже наблюдайте за реакцией человека. Если человек продолжает позволять себе поведение, которое вас не устраивает, вы тогда задумываетесь, а зачем вам нужны отношения с этим человеком? Зачем они вам нужны? Да, понятно, что есть отношения, от которых мы не можем отказаться, например, отношения с родителями, и они очень сложные. Они очень сложные, да, мы не можем отказаться от родителей, сказать, всё, уходи, ты мне никто. Но тогда мы должны это воспринимать, как, опять же, некую школу, в которой мы учимся. Чему? Учимся в истральном отношении. И строить отношения с людьми, исходя из точек соприкосновения, а не исходя из разногласий. Потому что разногласия всегда найти очень легко. Я всегда привожу пример со своими друзьями. Да, у меня есть там очень близкий классный друг, с которым у нас принципиально разный политический взгляд. Вот он так думает, а я думаю противоположным образом. И если мы начинаем эту тему с ним заводить, ну, мы можем просто подраться, ну, не подраться, конечно, шучу, поругаться очень сильно. И мы это прекрасно понимаем. И поэтому мы в своём общении избегаем просто этой темы. Если интересно поговорить о политике, значит, мы говорим об этом с другими людьми. И то же самое касается каких-то религиозных вопросов, таких острых, щекотливых тем, на которых у людей, как правило, такая чёткая резкая позиция бывает. Такие триггерные темы они называются. Вот этих триггерных тем всегда стоит избегать, если вы понимаете, что вы с этим человеком не на одной волне. И всегда стараться искать точки соприкосновения. Но если у вас есть классные точки соприкосновения, вот на этом надо строить отношения. Потому что найти человека, который идеально тебе во всём совпадает, будь то твой друг, или твой партнёр, супруг и так далее. То есть все люди, которые вас окружают. И найти в этом окружении человека, который полностью вас поддерживает во всём, у которого такие же вкусы, такие же взгляды на всё, это просто невозможно. Это категорически невозможно, потому что не бывает двух одинаковых людей. Каждый человек, как я всегда говорю, это отдельная вселенная, целый космос у каждого. И у каждого там свои галактики, свои чёрные дыры, свои процессы происходят. Поэтому люди сходятся всегда на точках соприкосновения, на том, что их объединяет, а не разъединяет. А то, что разъединяет, всегда этих тем просто стоит стараться избегать в любых отношениях. Вот. Поэтому ещё раз, да, подводя итог всему сказанному, если человек нарушает ваши личные границы, значит повод задуматься о том, а как вы себя позиционируете. А выстроены ли у вас эти личные границы? Вы их сами для себя определили, да, это вот первое. Определить для себя. А что для меня позволительно в отношениях, например, если речь идёт в отношениях между супругами, например, в семье или с друзьями. А вот что для меня позволительно, а что для меня непозволительно. Можно вот прям сесть и выписать, да, если хотите в этом покопаться. Что мне не нравится. Берёте какого-то конкретного человека и пишите, да, с которым хотите наладить отношения, и пишите, что мне не нравится. не не в нем не в этом человеке а в отношениях с ним например мне не нравится что он мне звонит в три часа ночи мне не нравится что он еще что-то делать по отношению ко мне вот то есть копаетесь именно в этом и дальше уже смотрите а вы с ним да вот на эти пункты вы с ним вообще проговаривали с этим человеком вы пытались ему объяснить что мне не нравится что ты мне звонишь три часа ночи мне нравится что ты без приглашения ко мне приходишь потому что и объясните почему потому что я например могу быть занят на что я хочу отдохнуть потому что то все 5 10 прям по пунктам объяснять и дальше уже смотрите на реакцию этого человека и точно так же со всеми точно так же со всеми она если у вас есть сомнения относительно того стоит ли продолжать отношения опять же любой тип отношений с этим человеком можете также выписать по пунктам а что мне нравится в отношении с этим человеком что чем мне нравится совместно с ним делать там его какие-то плюсы качества и так далее выписали и смотрите уже да но это вот для тех опять же кто хочет заниматься анализом кто не может для себя четко ответить на вопрос у кого есть сомнения тут может вот таким образом на бумаге все это расписать и посмотреть и сделать выводы а чего больше а вот эти что преувеличивает здесь преобладает что здесь преобладает точки соприкосновения или разногласий если этих точек соприкосновения больше или если они обладают большей ценностью допустим такое тоже бывает что разногласий очень много таких-то не состыкующихся моментов но те плюсы которые есть у этого человека те качества до или например точки соприкосновения и очень сильны например это касается бизнес-партнерства или вот кстати такой случай из моей жизни мой учитель хинди когда жила в индии я ходила заниматься к учителю хинди мне очень не нравился его характер ужасно он постоянно хвастался он очень много болтал не по делу нет дурацкие шутки ну просто ужас просто ужас но он настолько крутой учитель хинди был что вот это его качество то какой он учитель то как он преподает то какие знания не дает она была для меня ключевым и я поэтому продолжала к нему ходить и заниматься потому что благодаря ему я выучила этот язык я смогла на нем свободно на разговорном уровне изъясняться читать писать и так далее поэтому вы смотрите что для вас важно какие у вас приоритет какие у вас ценности да и прежде всего если уж я затронула цену ценностей то я всегда строю отношения с людьми исходя из ценностей не исходя из там политических взглядов общих интересов там каких-то то что это все меняется сегодня это одно завтра другое вероисповедание меняется такие моменты взгляды на что-либо вот эти вкусы до мировоззрение это все может меняться а вот ценности а они тоже кстати могут меняться но пока ценности совпадают есть отношения и они очень прочные с людьми а вот когда уже не совпадают ценности тогда начинается процесс разрушения и и это тот случай когда нужно друг друга отпустить потому что ну ничего ни к чему эти отношения не приведут опять же будь то дружеские или там партнерские любовные отношения неважно вот поэтому еще раз смотрим как определили вы для себя свои личные границы это первое второе показали ли вы их другим и дальше если даже вы показали но эти границы все равно нарушаются опять значит это повод задуматься насколько хорошо вы их выставили насколько хорошо вы их показали или может быть все таки проблема в этих людях а если эта проблема в этих людях то вопрос а стоит ли продолжать с ними отношения с этими людьми которые из раза в раз несмотря на то что вы им высказываете свое недовольство они продолжают так себя вести и стоит ли вообще продолжать с ними эти отношения вот мое мнение такое пишите что вы думаете по этому поводу буду рада общения взаимодействия если еще какие то вопросы есть или хотите разобрать еще какие то темы пишите буду записывать для вас подкасты